Делать этот мир чище Алена старалась и раньше, но это было сложнее. Собрать весь мусор, рассортировать, а потом развести по точкам сбора выходило дороговато. Зато теперь, когда контейнеры для сбора пластика стоят у каждого подъезда, ряды зеленых пополнили почти все жители дома. Мы много писали о том, что теперь, когда сетка стоит прямо возле подъезда, я уже не могу кидать все в общий мусор. Я теперь уже начал сортировать. То есть многие жители реально начали и задумались вообще о том, что это так просто делать и что это нужно, и что 21 век на дворе. После того, как в гремячем лагу появилось 7 контейнеров под вторичные отходы, здесь стали собирать в 40 раз больше пластика. При этом жители соблюдают правила. Выбрасывают только те виды пластика, что идут в переработку. Предварительно тару моют, а затем сминают, чтобы больше поместилось. Дальше пластик едет на переработку. Это важно, ведь с одного контейнера выходит около 50 килограммов пластика в месяц. Так что с одного двора 350 килограммов. Всего же с февраля собрано 103 тонны пластика, и весь он обрел вторую жизнь. Мы его собираем и разделяем по типам. Это очень важно. То есть помимо типов необходимо разделить его по цветам, чтобы максимальное количество переработанного сырья шло в те виды дальнейшего переработанного пластика, которые могут получить второе рождение в виде различных продуктов. Пластик перерабатывают в сырье – флекс. Из него делают, например, синтетическое волокно, которое пригодится для строительства дорог или домов. Достойное перерождение, если вспомнить, что иначе пластик провел бы на полигонах сотни лет. Это важно понять, потому что кроме самих жителей никто этого не сделает. Все начинается именно с этого первого шага, с самого человека. Сейчас на левом берегу установлены около 300 сеток. Еще столько же планируют скоро поставить. Не только во дворах, но и в парках, скверах, на улицах. А в 2021 году еще 500.